Еженедельное оперативное совещание прошло в Люберецкой администрации. В проделанной работе отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств, экстренных служб и медики. Как прошла неделя в городском округе и какие вопросы обсудили во время совещания, расскажет наш корреспондент. Об оперативной обстановке на территории городского округа доложил начальник Люберецкой полиции Евгений Романцев. По его словам, на прошлой неделе за помощью к правоохранителям обратились более 1800 человек. По 18 заявлениям возбуждены уголовные дела. 16 из них уже раскрыты. Также было 168 ДТП с двумя спестрадашами и на труп. Личный состав работал в полном режиме, никаких значительных преступлений не было. За отчетный период Люберецкие спасатели выезжали по сигналу тревоги 28 раз. В трех случаях пришлось бороться с огнем. Ни одно происшествие, связанное с пожарами, не стало причиной гибели или травмирования людей. 25 ноября в 12 часов 33 минуты загорание личных вещей и мебели на балконе на улице Космонавтов, дом 21, квартира 99. По результате кровельных работ было загорание личных вещей на балконе двухкомнатной квартиры, пятого этажа, на общей площке 2 квадратных метров. Жилищно-коммунальный комплекс работал без сбоев в штатном режиме. Управление ЖКХ продолжает следить за обращениями жителей, поступающих в единую диспетчерскую службу. На минувшей неделе было более 4000 звонков. Основная доля обращений – это начисление квитанции Мособл-ИРЦ, а также справки по иным вопросам. Все разъяснения были даны всем заявителям. Обращения поступали и в администрацию округа. В посёлке Красково жители просят восстановить целостность остановочного павильона, на бугах решить вопрос освещением в подземном переходе, а на юбилейной 2 своевременно вывозить мусор возле торгового объекта.